Команды закончили свои выступления и под ваши аплодисменты мы приглашаем их на сцену. Команды закончили свои выступления. Закончился первый конкурс и теперь я предлагаю дать слово жюри, уважаемые жюри, ваши оценки за первый конкурс. Золотая молодежь. 4-4-3-4. 4. Раки в атаке. 4-5-4-5-5. Бумеран. 3-4-3-3-4. Дети в возрасте. 3-4-3-3-3-4. Команда «Тумблин». 5-5-4-4-5. Команда «Пристегнись». 5-5-4-4-5. Команда «Вверх». 5-5-4-4-4. Итак, второй конкурс, конкурс «Разминка». Каждая команда отвечает на вопросы жюри. Максимальное количество баллов 6. Мы начинаем. Уважаемые участники, объясните нам, пожалуйста, почему так переменчивы погодные условия. Возвчера было минус 17, а сегодня уже плюс 5. Уважаемые участники, объясните нам, что время вышло. Кто будет отвечать первой? Объясните, пожалуйста, почему так переменчивы погодные условия. Позавчера было минус 17, сегодня уже плюс 5. Потому что мы разогрели всех. Хороший день. Почему мы удивляемся, как и ханцевичи? Ну, как батька скажет, так и будет. Потому что пришла наша жаркая штучка. Потому что погоду выбираем мы. Потому что команда КВН «Тумблер» всех осветила своим жарким светом. Будут еще ответы? Давайте лучше, с прочим, у женщины их переменчиво настоим. Итак, второй вопрос. Работники хлебозавода приносят домой булочки. Учителя — тетради. А что может принести культработник? Хороший вопрос. Взнос. Время вышло. Повторяю вопрос. Работники хлебозавода приносят булочки. Учителя — тетради. А что может принести культработник? Обычный работник дома культуры. Ничто не в дом, а из дома. Детский работник дома культуры. Да! Повторю речь! Заточки, костеты и прочих Шоерты и проносить О, мама, я уже дома, я отрепетировала Все что угодно, но только нехорошее настояние Уважаемые ребята, как выступают КВНщики, мы сегодня видели, а как КВНщики будут проводить новогодние каникулы? Звучит музыка Итак, время вышло. Повторяем вопрос. Как выступают наши КВНщики? Мы сегодня увидели. А как они проведут новогодние каникулы? Команды отвечаем. Сегодня КВНщики выступали, шутили. А в новогодние каникулы пойдут работать Дедом Морозом и Снегурочкой для своей родной школы. Как все будет проводить каникулы Новый год КВНщики? Спросите, Валюта. КВНщики будут разрабатываться на Новый год Домодой. Кому нужна Домодка? Нужен Домодан с бабками. Итак, отвечаю. Команды двойцы. Верно. Планы то были, а лишь калеку сам отракатируют. Репетицию следующего выступления. Как зайдет, так и проведет. Погнали деньги начали, у других закончили. Мы про горошек. Следующий вопрос. Компания «Кока-Кола» с нами 150 лет. Гороскодовая культура с нами 70 лет. Игра КВН отметила 50 лет. Какая следующая круглая дата? Компания «Кока-Кола» с нами 150 лет. Гороскодовая культура с вами 70 лет. Игра КВН 50 лет. Какая следующая круглая дата? Александр Солодухов. Всего лишь 50. Какая позовет-то такая и грубая. Повторяем вопрос. Компания «Кока-Кола» с нами 150 лет. ГГК с нами 70 лет. Игра КВН 50. Какая следующая круглая дата? Отвечаем. У нас просьба. Круглая дата и юбилей. Вот такая. Итак, кто будет следующим? Мне 15 лет. Спасибо за твою дату, колемати да ватату. Ровно через 10 лет у Полины со снащиком у тебя 10 лет. Девочка, подумай, зачем тебе такое? На работе постоянно, зарплата маленькая. И взносы все несет. И взносы к носу. Задумалась. Для меня все это круглая дата, когда я буду на печь. Я вам сообщу. Поживем увидеть. Поживем увидеть. Ну, держите. Родители купили два пианино. Зачем? Зачем? Чтобы играть по сети. Отключайте. Родители купили два пианино. Вообще зачем? Чтобы играть по сети. А-а-а. Чтобы носить соседей. Жена решила, что нужно мужу и соседу. Зачем? Зачем? Ну, родители же не выбирают. Что-то. Зачем родителям два рояда? Кто-нибудь еще? Просто на третий денег не хватило. Так они решили отомстить брусчикам, которые поцарапали их диван. Намек на две полоски и две пианино. Один пианино стоит ради красоты, а другим порваные обои закрывает. Следующий вопрос. Друзья, 2016 год. Объявлен годом культуры. 2016 год. Высогосный год. В чем фишка? Знаете, в 2016 году хватало духовного, но в 2016 году их еще будет больше. В чем же фишка эта работа? Итак, повторяем вопрос. 2016 год. Год культуры. 2016 год. Высогосный. В чем фишка? Совпадение? Я так не думаю. В чем фишка этого года? Ну, просто наше государство настолько сильно любит культуру, что они решили хотя бы на один денек продлить этот культурный год. Спасибо. На один день больше наши бабки могут потанцевать. В чем фишка этого года? Есть еще ответ к кому-нибудь? Зарплата у работников культуры станет больше ровно на один день. В чем фишка этого года? Вот что, пожалуйста. Как новый год культурненько встретить у субботу. Уважаемые жюри, вопросы еще будут? Еще, а я ответ. Решили сделать 2016, точнее, объявить 2016 год годом культуры, так как министр культуры родился 29 февраля. Анна Болев, кто не сдал взносы БРСН? Спасибо. Кто не сдал взносы БРСН? Вячеслав Носил сдал, что? Под карандаш БРСН. Я первый сдаю. Все, кто не сдал под карандаш. Я не сдал. Просто на игру надо политехи, короче, соберут и занесут. У нас в школе не сдал Сергей Ковалько. Он сказал, мне не дают грамоты, и я не буду сдавать ему эти грамоты. У меня баба при смерти. Дед при смерти. Я вам уже евро все отдаваю. Ага. Я не сдавал, потому что я еще не БРСН. У жюри нет вопросов. Скажите, пожалуйста, как прожить без денег? Тяжкий вопрос. Скажите, пожалуйста, как прожить без денег? Капшиччик шарщи, треба краще, краще, краще. Смело. Спросите, это у работников культуры. Зачем задавать такие группы вопросов? Відживем же. Требусьте менять столяры. Зайди пульку. Да я вам, туши, мрвать. Так же, как и живет еще начинение Беларуси. Так же, как и живет. Требусьте менять столяры. Можно еще раз ответить? Да. Ребрес, что нас взял и ведь, узнает. Еще ответ? Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, как прожить без денег? Устроиться в Барселл и собирать сносы. У жюри еще есть вопросы? Ну тогда пока жюри совещается, вопрос от ведущего. Дорогие друзья, скажите пожалуйста, почему военный человек в цирке не смеется? Есть сразу ответ? Потому что на пенсию 45. На службе клоуну хватает. Почему военный человек в цирке не смеется? Потому что на слониках он уже в армии насмотрелся. Рожденный быть серьезным и горать не может. Есть еще у кого-нибудь ответ? По этикету не положено. Почему же военный человек не смеется в цирке? Потому что он уже однажды посмеялся в университете над преподавателем. Еще ответ? Грустит о родине. Наши жюри уже готовы. Оценки за второй конкурс. Максимальное количество баллов 6. Золотая молодежь. 3-4. 3-4-4. Раки в атаке. 4-3. 5-5-5. Команда Тумблер. 5-5-5. 5-5-5. Команда, пристегитесь. 3-4-4-5. 3-4-4-5. Команда Булеран. 2-3. 3-4-4. И команда Дети в возрасте. 3-3-3-4-4. Дорогие друзья, вот и подошел команда Кругой, еще прошу прощения. Команда Берг. 6-6-3-5. Дорогие друзья, вот и подошел к концу отборочный тур районного фестиваля клуба веселых и находчивых. Море шуток и юмора прозвучало сегодня на этой сцене. И прежде чем объявить результаты сегодняшней игры, хочу напомнить нашим участникам и зрителям, что помимо победителей команд, сегодня определяются победители в номинациях. Лучшая шутка, лучший КВНщик, лучшая КВНщица. Итак, я прошу для объявления результатов сегодняшнего фестиваля КВН и для награждения пригласить на эту сцену наше многоуважаемое жюри. Но оно пока еще не готово. Даем им две минутки буквально, пока можно вопросы из зала позадавать нашим участникам. Есть желающие? Шуточки разные, можно у них попросить. Вот у меня есть вопрос. У тебя вопрос? Ну давай. Ко всем, давай. Назовем этот мини-конкурс «Финалити». При каких условиях, либо в какой ситуации пассажир может чувствовать себя в опасности? Это конфеты. Клidos, подъезжай к Манцевичу. Красав женщина за рулем. В каком случае пассажир может чувствовать себя в опасности? Когда водитель верит в бессмертие. А вот у меня вот такой вопрос. А где клюкву принимают подороже? И еще будут вопросы к нашим участникам. Вопросы с зала. Вопросы с зала. Вопросы с зала. Ирина Аркадьевна, дайте к деньгам. Я знаю лучше. Аплодисменты. Я хочу сказать о том, что в некоторых командах, ну, наверное, в самой сложной, экстремальной ситуации помогли именно педагоги. Именно, правда, один учитель, да, который повел за собой всю команду. Но для того, чтобы подвести итоги, нам необходимо отметить всех участников за активное участие в сегодняшней игре КЛН. Итак, команда «Думблер». Команда «Думблер» — средняя школа номер 3. Команда «Думблер». Команда «Думблер». Команда «Думблер». Команда «Разделов» — средняя школа «Дети в возрасте». Команда средней школы номер 2 города «Ганцычи» — «Умиран». Команда «Думблер». 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 У каждого члена жюри. Итак, средний балл по итогам первого конкурса. Команда Верх 4,4 балла. Команда Раки в Атаке 4,6 балла. Команда Тумблер 4,6 балла. Команда Золотая Молодежь 3,8 балла. Команда Пристегнитесь 4,6 балла. Бумеранг 3,4 балла. Команда Дети Возрасте 3,4 балла. Итак, по итогам разминки. Эту информацию вы узнаете после того, когда мы отметим призами лучшую КВЕ-щицу. Это Амельянович Полина, команда Раки в Атаке. Команда Бой никогда не была, Романголу искать не буду. Лучший КВЕ-щик, броварник Денис. В следующей школе номер 2. Ну, Ирина Аркадьевна, в следующую номинацию вы имеете объявлять. Сегодня это действительно были очень яркие и интересные шутки. Но из этого кладется, может быть, самое интересное, может быть, ближе по возрасту мне, язык пенсионеров, Круговичи. Команда Роман. А теперь баллы по итогам второго конкурса. Средний балл. Разделоческая средняя школа детей в возрасте 3,4 балла. Мумеранг 3,2 балла. Пристегнитесь, 4 балла ровно. Золотая Молодежь 3,6 балла. Тумблер 5 баллов ровно. Раки в Атаке 4,4 балла. Команда Вер 5 баллов ровно. Итак, общий балл по итогам двух конкурсов. Итак, 6,6 балла. Команда Мумеранг. Ваш аплодисменты. Дети в возрасте. Разделоческая средняя школа. 6,8 балла. Золотая Молодежь. 7,4 балла. Команда Пристегнитесь. 8,6 балла. Команда Вер 9,4 балла. Раки в Атаке 9 баллов ровно. Команда Тумблер 9,6 балла. Финал проходит. Команда Вер. Раки в Атаке. Тумблер. Золотая Молодежь. И команда профессионального лицея. Пристегнитесь. Поздравляем вас, дорогие друзья. Готовьтесь к финалу. А всем большое спасибо за то, что сегодня вы пришли к нам на КВМ. Всего доброго. Граина, все попрощаемся с вами. Мы не говорим вам до свидания. Мы говорим вам до новых встреч. До новых встреч. Снова будем ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова